Мои 10 самых худших качеств. Привет, я решила отснять видео 10 самых худших качеств, что есть во мне. И я не буду говорить о каких-то хороших моментах моей личности, потому что вам это не понравится, это будет скучно. Никто не любит смотреть, как кто-то сам себя нахваливает. Зачем? Пускай что-то хорошее вы будете искать во мне, а вот о плохом как раз-таки давайте поговорим. На 10 месте у меня стоит ложь. Ложь и недосказанность. Я очень часто могу что-то людям недоговорить, недосказать, если понимаю, что правда в данном вопросе неприемлема. Но также я никогда не буду врать человеку, если это принесет ему какой-то вред. Я никогда не буду врать человеку из корыстных побуждений с точки зрения наживы на нем, какой-то выгоды, извлечения. Нет, это не для меня. Я никогда не буду врать, чтобы кому-то было плохо. Но если правда для человека неприемлема, то здесь я скорее не доскажу, чем буду рубить с плеча. Девятый пункт – это моя лень. Да, я очень ленивый человек, и может быть этого не скажешь по моему каналу, по моей мастерской, по всей твоей деятельности, что вы можете наблюдать в моих соцсетях. Но на самом деле стоит чуть-чуть дать себе слабину, и все, я ленивый овощ, и с этим ничего не поделаешь. Я могу днями лежать на диване и ничего не делать абсолютно. Мне постоянно нужно искать какую-то мотивацию и пинать себя. Я очень ленивый человек, но лень на девятом месте, потому что с ней бороться я могу. Восьмой пункт, из-за которого меня часто считают грубой – это излишняя прямота. Если мне что-то категорично не нравится, я думаю как-то по-особенному, и тут мое мнение внезапно спросили, человек услышит вот эту прямоту. Возможно, это где-то противоречит десятому пункту о лжи и вранье, но в то же время, если вдруг я захотела сказать правду, я ее говорю слишком прямо, не приукрашена. И многим это кажется грубым. Седьмой пункт – это агрессия. Я не буду кидаться с топором и вилами на каждого, кто чем-то мне не понравится, кто скажет грубое замечание в мой адрес. Но если вдруг по какой-то причине во мне кто-то что-то задел, он нарвется на достаточно хищное и злобное создание, которое будет язвить и выражать свое недовольство до последнего. Знаете, я не из тех людей, кто кричит, кто будет, знаете, там в очереди доказывать, что он прав, а все остальные нехорошие люди. Или там, не знаю, кому-то пытаться втолковать свою точку зрения, когда человек вообще глух к этому. Мне. Я, знаете, такой пассивно-агрессивный человек. Если мне что-то не понравилось, да, и я об этом должна сказать, и при этом мне нахамили, то моя ответная агрессия будет тихой, спокойной, но безумно язвительной. Шестой пункт – это отстраненность или даже какой-то пофигизм, который во мне замечают другие люди. Если меня поместить в незнакомую или малознакомую или малоприятную компанию людей и попросить что-то сделать с ними вместе, я буду отнекиваться до последнего, потому что я, не знаю, я не чувствую себя комфортно с незнакомыми людьми. Исключение, наверное, составляют только зрители моего канала, которые приходят на какие-то сходки. Вот, там я просто, я готова расцеловать всех и вся. А если это, например, одногруппники, какие-то одноклассники, то командный дух мне не свойственен. Я предпочту что-то сделать самостоятельно, в одиночку, пускай мне будет сложнее и труднее, но так как бы я буду чувствовать себя комфортнее, чем подстраиваться под кого-то ещё. И вот поэтому с коллективом мне отношения действительно тяжело строить. Пятый пункт – это брезгливость. Я очень брезгливый человек. Единственное исключение, когда я понимаю, что что-то сделать надо. Сходил у тебя котик, не знаю, не в лоточек, а рядом. Тебе надо это убрать, и здесь никуда не денешься. А если, например, встанет вопрос, ударить тапком таракана или нет, то единственная причина, почему меня останавливает от этого, это мне очень противно потом убирать эти размазанные кишки со стола, например. Я очень до этого брезглива, и если можно чего-то подобного избежать, я буду всеми силами стараться это делать. Четвёртый пункт, он немножко необычный, мне кажется. Я вешаю ярлыки на людей. Я достаточно хорошо разбираюсь в людях, и очень редко, когда моё чутьё меня подводит. Но если я увидела человека, и он мне чем-то не понравился, то я наклеиваю на него свой внутренний ярлык. Человек об этом может вообще никогда в своей жизни не узнать. Но на протяжении всего моего общения с этим человеком, на протяжении, пока этот человек вообще где-то мелькает в моей жизни, для меня будет чёткая установка о том, кто это, что это, что он из себя представляет. И вообще как бы полный психологический портрет, даже толком не разговаривая с ним. И переубедить меня в этом крайне сложно. Поэтому если по какой-то причине я думаю, что человек глуп или он, не знаю, чем-то мне не нравится, доказать мне обратное будет крайне тяжело. Мы добрались до тройки самых худших качеств моего характера, которые откровенно мешают мне жить, но с которыми я пытаюсь бороться и, к сожалению, не всегда удачно. И третий пункт — это обида. Я очень обидчивый человек. Причём обижаюсь я ни на посторонних людей, ни на троллей с интернет, ни на тех, кого я вижу первый и последний раз. Нет, на этих людей мне абсолютно всё равно. Но обижаюсь я как раз-таки на самых близких людей, чьё мнение для меня хоть что-то значит. Вот там, да, там бывает такая обида, что хоть на стену лезь. И казалось бы, это близкий тебе человек, ты должен испытывать к нему там любовь, снисхождение, прощение и понимание. Но помимо этих чувств я также всегда чувствую дикую, горючую обиду, которая может выражаться там и в гневе, и в злости, и в чём-то подобном. Вот я обидчивый человек, но только на своих самых близких. Скорее всего, это именно потому, что я их очень люблю. Второй пункт, и он тянется со мной от самой школы, — это злопамятство. Я очень злопамятный человек. Если мне сделали плохо, я никогда этого не забуду. Я вряд ли буду мстить, а если моя месть и будет, то она будет в каких-то очень-очень незначительных вещах, в виде отказа на какую-то просьбу. Но никогда я не буду кого-то специально подставлять. Нет, это не для меня. Но помнить о том, что кто-то сделал мне плохо, я буду. От этого, к сожалению, я никуда деться не могу. Это часть моей личности, и приходится параллельно с этой злопамятностью пытаться воспитать в себе чувство глубокого прощения к окружающим. И первый, самый-самый, на мой взгляд, страшный какой-то ненормальный пункт — это депрессия и апатия. Я очень склонна к этим вещам, я подвержена им. И несмотря на то, что на своём канале я стараюсь принести вам позитив и вдохновение в обычной смертной жизни, я далеко не так жизнерадостна, как вы можете меня видеть. На сходках, опять же, я искренне рада всех вас видеть и готова каждого расцеловать и поделиться запалом и мотивацией. Но как только я оказываюсь дома в четырёх стенах, мне становится так грустно, так печально и тоскливо, что я могу действительно впасть в очень ненормальное депрессивное состояние и отключиться от всего внешнего мира. И я ненавижу себя в этом состоянии, потому что я знаю, что я могу, что я личность, что я деятель, что я могу горы свернуть. Но как только на меня накатывает эта волна, кроме как лежания на диване, я не могу больше ничего. И, ребят, это так на самом деле убивает. Я стараюсь бороться с этим, но мне тяжело, мне это даётся очень-очень сложно. Спасибо большое за то, что посмотрели это видео. Надеюсь, вам было интересно узнать о каких-то подпольных сторонах моей души. И если в чём-то вы узнали себя, обязательно напишите мне внизу об этом. Если же у вас есть свои какие-то, ну хотя бы три качества, которые вас в себе не устраивают, я имею в виду именно моральных качествах, не внешних, не физических, то тоже напишите внизу, потому что признание своих недостатков – это полпути к их исправлению. Так что мотивируйте себя, творите добро и вдохновение вам. До новых встреч! Не забудь подписаться на канал. Пока! Субтитры подогнал «Симон»!